Рэя Брэдбери Рэя Брэдбери Рэя Брэдбери Рэя Брэдбери Рэя Брэдбери Да, он ходит на свою работу, он сжигает книги, он сжигает людей, которые читают книги, хранят знания. Но что-то сразу нам дает понять, что он не из тех людей, не из того общества. И вообще на протяжении линии героя раскрывается, и характер героя раскрывается после встречи с определенными людьми. То есть у него на протяжении всего сюжета было две судьбоносных встречи, которые изменили его жизнь. Он начинает проявлять интерес к книгам. Он начинает эти книги, я не скажу, что он начинает их собирать, но при любой возможности он в каком-то доме, в котором он по долгу службы оказывается, или еще где-то, при любой возможности он заполучает себе книгу и несет ее домой. И прячет ее дома, и там их хранит. По возможности читает, изучает. Тайком от жены. И у человека начинается внутренний конфликт. Для него открывается вновь вот этот мир великих писателей, ученых. И даже, ну, немножечко в конец забегу, финальным этапом, так скажем, вот этого его саморазвития, самопознания, познания мира с помощью литературы, становится то, что он пришел к Библии. В этом произведении книги не возносятся, как, знаете, как какой-то вот оплот чего-то, что мы должны на них поклоняться. Мы не должны им поклоняться и считать, что это вот как что-то там, не знаю, божественное, какой-то символ всего там на свете. Но при этом в современном обществе, и почему я говорю, что это актуально именно сейчас, потому что их ценность все равно утрачивается. И утрачивается ценность получения знаний, утрачивается ценность передачи знаний с поколения в поколение, утрачивается ценность хранения знаний. И очень хочется, чтобы на самом деле тот мир, который великий Рэд Брэдбери описал в книге «451 градус по Фаренгейту», никогда не стал реальностью. А, кстати, 451 градус по Фаренгейту – это градус горения бумаги. Вы пожарные время от времени устраиваете цирковые представления, поджигаете дома, они полыхают, собираются толпы, чтобы поглазеть на огненное великолепие. Но на самом деле это не более, чем диверсимент. Вряд ли подобные номера так уж необходимы, чтобы поддерживать порядок вещей. В наше время очень немногие хотят быть мятежниками, а большинство этих немногих, как я, очень легки на испуг. Кто-нибудь может плясать быстрее, чем белый кролик, а кричать громче, чем господин трюкач из семейки из гостиных? Если может, то он добьется успеха Монтак. А вы в любом случае глупец. Люди развлекаются. Рэй Бредбери. 451 градус по Фаренгейту. Рекомендую.